МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Николай Трофимович Андреев. Он был бесстрашным командиром, бойцов в атаку поднимал. С врагом расправился он лихо, в сражениях запьедестал. Николай Андреев родился 21 ноября 1905 года в городе Москве в семье извозчика. В 1927 году был призван в Красную армию. Служил во 2-м стрелковом полку 1-й московской пролетарской дивизии. Окончил военную школу. Был помощником командира взвода, старшиной курсов. Уволившись в запас, Николай Андреев работал в типолитографии нота-печать, а затем перешел в типографию красной пролетарии. Ему доверяли печатать вкладыши для комсомольских и профсоюзных билетов. С началом Великой Отечественной войны Николай Андреев стал рваться на фронт. Но только в январе 1942 года его направили на курсы выстрел. Завершив учебу, он получил назначение на должность командира батальона 967-го стрелкового полка 273-й дивизии. И вскоре прибыл на передовую сначала под Воронеж, а затем под Сталинград. В первом же бою в июле 1942 года Андреев получил ранение в ногу и целый месяц лечился в полевом госпитале. По выздоровлении он стал командиром батальона 260-й стрелковой дивизии. Участвовал в ликвидации окруженной фашистской группировки. После Сталинградской битвы на груди Николая Андреева появились медаль за отвагу, орден Отечественной войны и два ордена Красного знамени. Весной 1943 года 260-ю дивизию вывели на переформирование под Тулу. 14 июля период боевой подготовки был закончен. Началась наступательная операция в Орловской области. Несмотря на ожесточенное сопротивление противника, наши войны успешно продвигались вперед, освобождая города Орел, Брянск и другие. Осенью Николая Андреева назначили заместителем командира 1028-го стрелкового полка. А когда бои шли уже под Жлобином, он стал его командиром. Теперь в его подчинении были 157 офицеров, 437 сержантов, 1278 рядовых и 235 лошадей. Полк с тяжелыми боями продвигался по территории Белоруссии, освобождал землю Волыни, города и села Польши. В сражениях Андреев был дважды ранен, но оставался в строю, командуя подразделением, которое занимало в дивизии первое место по числу подбитых немецких танков. В августе 1944 года советские воины достигли предместия Варшавы на восточном берегу Вислы. Фашистские военизированные силы предприняли мощный контрудар, и наши войска перешли к обороне. Решающий штурм столицы Польши нужно было хорошо подготовить. 14 января 1945 года началась Варшавско-Познанская операция. 16 января воины Андреева приблизились к реке Вислий и ночью параллельно с отступающим врагом на подручных средствах переправились на другой берег. Фашисты, переплывшие на другую сторону реки, сразу же стали строить оборону, чтобы поутру помешать советским войскам форсировать Вислу. Наши бойцы незаметно ушли вперед и оказались в тылу врага. Они заняли удобную позицию для дальнейшего наступления. На рассвете, обнаружив позади себя окопавшихся советских солдат, гитлеровцы стали бросать оружие и сдаваться в плен. Андреев по рации связался с командиром дивизии и попросил навести хотя бы переправу для приема большого количества пленных. Командование не ожидало, что полк, который должен был только достичь реки и сбросить в нее противника, вдруг форсировал Вислу и крепко закрепился. Основные силы дивизии переправлялись через реку в то время, когда подошедшие резервные немецкие части уже атаковали 1028-й стрелковый полк. Андреевцы, отбив атаки противника, штурмом овладели населенными пунктами Ломна, Пальмиры, Калишки, перекрыли шоссе Модлин-Варшава и захватили ряд высот вдоль северной опушки лесного массива. Вскоре столица Польши была окружена и освобождена советскими и польскими войсками. В феврале 1945 года Николай Андреев руководил десантной операцией. Его полк во взаимодействии с танковым подразделением захватил крупный химический завод и освободил советских и иностранных пленных, которые работали в германском рабстве. 6 апреля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные отвагу и мужество Николаю Андрееву было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда». 14 апреля 1028-й полк переправился через реку Одер, а 16 апреля началось наступление на Берлин. 25 апреля он вел бои на северной окраине германской столицы и уже вскоре достиг реки Эльбы, где встретился с передовыми отрядами союзных американских войск. Здесь для Николая Андреева война закончилась. Там же 9 мая 1945 года он встретил День Победы. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ